Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Мы пришли с товарищем, с другом. Хочу его тоже представить. С удовольствием руководителем проекта «Открытая лабораторная» Евгения Насыра. Здравствуйте. Добрый день всем. Итак, спасибо, что вы к нам пришли. Уже буквально остается неделя до глобальной всероссийской акции «Тотальный диктант». 14 апреля стартует она. Всемирная. Всемирная уже, точно. Вот. Как обстоят дела сегодня на данный момент? По всем площадкам мира все организаторы готовятся проводить «Тотальный диктант». Привлекаем участников. Распределяем ресурсы, бланки, ручки. Обязанности, слава богу, уже распределены. Да, уже открыта регистрация на сайте totaldick.ru. Можно выбрать свой город, найти полюбившуюся площадку, выбрать себе диктатора, как мы называем в проекте тех, кто диктует диктант. И записаться, зарегистрироваться на «Тотальный диктант». Всех ждем. Вы нам в прошлый раз, Мария, рассказывали, что очень быстро некоторые площадки закрываются. Уже и сейчас что-то... Конечно. Некоторые площадки закрываются минут через 15 после открытия. Ой, ой, ой. Ну вот, например, в Москве в точке кипения, где будет диктовать уже не первый год, не первый раз в нашем проекте Владимир Познер, площадка закрылась практически сразу. Так бывает. Люди ждали. Конечно. Люди ждали, да. Встречи с мэтром. Ну, как-то сейчас все волнительно. Сейчас же буквально остаются-то считанные денечки до финала. У нас есть такой, понятно, внутриорганизаторский юмор и жаргон. Мы в некоторый момент объявляем панику. Мы даже уже этот момент прошли панический. Я надеюсь, что все будет хорошо. Самое главное для нас, чтобы на площадки, открытые и в Москве, и по всему миру, пришли участники, чтобы люди хотели с нами поучаствовать в большом празднике русского языка. Насколько мне известно, до этого шли подготовительные этапы и для самих участников. То есть люди могли приходить, проверять себя, свои знания по русскому языку. И эти лекции продолжаются по-прежнему? То есть они будут идти вперед диктантом? Конечно, да. У нас самое любимое занятие будет 13 апреля непосредственно перед диктантом. Накануне уже. Накануне, да. Мы всех благословляем, желаем всем удачи, желаем всем пятерок. Ну и сегодня в Москве занятия «Русского по пятницам» пройдут, как обычно, как и должно. Конечно. Давайте узнаем роль Евгения в «Тотальном диктанте». Расскажите. Многогранно. У нас даже придуман специальный статус, называется «Друзья проекта». «Тотальный диктант» — это друзья проекта «Открытая лабораторная». А «Открытая лабораторная», я смею надеяться, друзья проекта «Тотальный диктант». Конечно. Да, расскажите нам, что это такое «Открытая лабораторная». «Открытая лабораторная» или «ЛАБА», коротко, значит, это тоже массовая просветительская акция. И тоже про грамотность, только не про грамотность с точки зрения русского языка и чувства живой речи, а это про то, как устроен окружающий мир с точки зрения естественных наук, с точки зрения физики, химии, астрономии, биологии и далее. То есть как все устроено, человек, вселенная, природа, вещества, материалы, ну и, в общем, много-много разных интересных вопросов. У нас, конечно, есть много своих отличий, то есть мы в этом смысле формат не очень близки. Ну, кроме того, что мы для всех открыты, вход свободный, бесплатный, и много-много городов и площадок. Мне кажется, у нас общего больше, чем различий. Нет, ну да, конечно, потому что у нас никто ничего не диктует, то есть у нас приходят люди на разные площадки, им выдают вопросы и задания про то, как устроен окружающий мир, люди 30 минут отвечают, а потом вместе с ведущими учеными России и они разбирают каждый вопрос. То есть человек на месте получает, во-первых, свой результат, узнает сразу, во-вторых, как бы разбирает каждый вопрос, узнает много всего нового, и мы всячески подчеркиваем, что не знать чего-то не стыдно, но здорово интересоваться и желать узнать побольше. И мы, так сказать, полностью восполняем эту потребность. Евгений, математики диктант пишут? Будут писать? Грамотные? Пишут, конечно. Я думаю, что на самом деле тотальный диктант стал настолько тотальным, что он уже далеко не только для тех, кто как-то в воле судьбы или в силу каких-то своих устремлений любит русский язык литературу. Нет, это уже реально для всех желающих. Друзья, наука и технологии программа наша продолжается. В студии организатор тотального диктанта в Москве Мария Равинская и руководитель проекта «Открытая лабораторная» Евгений Насыров. Мы напомнить хотели бы, что уже буквально через неделю, 14 апреля, стартует всемирная акция «Тотальный диктант». Кто не в курсе, если такие люди есть, наше население, не только наше, русскоговорящая, так скажем, проверяет... Русскопишущая. Русскопишущая, да. Это точно проверяет свою грамотность. Есть диктатор, очень много знаменитых людей читают текст, и люди пишут, потом проверяют свои ошибки, да, свои какие-то пробелы, может быть, отчасти. Так, давайте поговорим о взаимодействии. Мы уже поняли, что вы сотрудничаете и дружим, те два проекта имеются в виду «Тотальный диктант» и «Открытая лабораторная». То есть как вот эта коллаборация осуществляется? В «Открытой лабораторной», которая прошла уже большая, два раза, мы делали рубрику «Диктант в лабораторной», где спрашивали участников лабораторной, как пишутся разные сложные слова, и наша отдельная победа, что теперь все знают, что слово «тиранозавр» пишется с двумя буквами «Н», а не с одной, как думали многие. Это на самом деле оказалось достаточно неожиданным не только для тех, кто делал лабу, но и для тех, кто делает «Отдальный диктант». Для некоторых, да. То есть «Тиранозавр», так сказать, одолел всех. «Тираннозавр». Две «Н». Нет, «Тираннозавр». «Тираннозавр». Вот, а в «Лабораторной» у нас... А в «Лабораторной»... Вот у нас эта рубрика, а в «Диктанте» у нас... тоже блок с тремя вопросами, значит, про вот то, как устроен окружающий мир. То есть там на бланке «Диктанта», где люди пишут, соответственно, будет еще ждать их сюрприз вот с тремя вопросами и с ценными всякими сюрпризами и подарками. Люди-то этого не знают. Пока не знают, но вот вы первые... Вот они сейчас узнают, да. От вас об этом узнают. Это прекрасно. Два в одном. Это наше сотрудничество в Москве. Это сюрприз от «Открытой лабораторной» для москвичей. Каждый участник «Тотального диктанта» у себя на бланке увидит три вопроса от «Открытой лабораторной». Там будет написано, как отвечать, где посмотреть правильный ответ. Короткая ссылка, и за это будут книжные сюрпризы. Ой, как интересно. Книжные, то есть дарят людям книги. Ну вот мы решили, что книга как лучший проводник знаний, так сказать, здесь идеально пошла. Конечно, еще в данном случае, естественно. Интересно вот что. Вы уже поделились, что в этом году Владимир Познер – диктатор. Кто еще подтвердил из людей, таких известных, свое участие? Если это не секрет. Уже не секрет, потому что регистрация открытая. Это открытая информация, которая есть по всему миру на сайте totaldic.ru и на московской странице сайта тоже наши диктаторы заявлены. В этом году мы продолжаем в Москве наш спецпроект, который мы называем «Тотальный диктант рядом с домом». Диктанты проходят в школах и библиотеках. Ну как, уже из года в год, и уже москвичи, я надеюсь, к этому привыкли. А отдельный специальный проект этого года тоже связан с Женей, и благодаря ему состоялся, и он, наверное, сам про это расскажет. Он зовется «Рок-диктант». Рок? Рок-диктант, да. У вас много звучит музыки, поэтому будет в тему. В Московском городском педагогическом университете на шести площадках, в шести корпусах университета придут рок-музыканты, и не только рок-музыканты, радиоведущие нескольких радиостанций, и, соответственно, будут диктовать. Все они связаны с музыкой, вот, тем или иным образом. Это, например, музыканты «Нойз МС», он будет в здании на Курской, в Институте иностранных языков МГПУ. Там же будет утреннее шоу «Подъемники» есть такое, значит, на нашем радио. Там же будет, кстати, там будут еще не только музыканты, я вспомнил, там будут еще актеры из фильма «Движение вверх» диктовать. Вот эти прекрасные, бравые парни-баскетболисты, значит, актеры, вот, высоченные красавцы, вот, тоже там будут диктовать. Поэтому на любой, так сказать, вкус, значит, на любые пристрастия. Потом еще, значит, будет группа «Ундервуд» в корпусе на ВДНХ, второй сельскохозяйственный проезд. Наши постоянные участники, тоже друзья диктанты, мы очень дорожим дружбой с ними, рады, что они каждый год приходят диктовать наш текст. Это Алексей Кортнев, тоже не первый раз. Да, это в корпусе на проспекте мира, Протоповский приулок, дом 5. Мы продолжим, вынуждены прерваться вновь. Друзья, оставайтесь с нами, мы говорим об акции «Тотальный диктант», которая стартует уже 14 апреля. В слове «Сумасшедшее» тоже не сделайте ошибку, очевидную. Друзья, мы говорим об акции «Тотальный диктант» в студии Лизы Калинина. В гостях у меня сегодня организатор «Тотального диктанта» в Москве Мария Равинская и руководитель проекта «Открытая лабораторная» Евгений Насыров. Заходите в группу ВКонтакте «Страна.ФМ», пишите свои вопросы. WhatsApp, Viber 909-928-189, мы продолжаем. Решили за кадром и вне эфира дать рекомендации, чтобы хорошо повторить, освежить какие-то знания по русскому языку. Итак, Мария, ваши рекомендации. Подаю некоторые тайны. Пригодится знание про описание одной-двух «Н» в отглагольных, прилагательных и причастиях, но это всегда. Нету текста у нас такого, где бы… Только как-то сказать «неожиданно». Внезапно. Внезапно. Но вот особенность этого текста, который мы все напишем 14 апреля, кто-то напишет, кто-то продиктует, в том, что там будет сложное слово вперемешку, которое можно в некоторых контекстах писать через букву «Ж», а в некоторых контекстах через букву «Ш». Повторите, это вам не помешает. Будет полезно, да. Будет полезно. Ну и слитное, раздельное, дефисное написание разных сложных слов, в том числе прилагательных. Пунктуация. Как там? Сложная? Пунктуация русская, к сожалению, всегда сложная. Ну да, да, да. Ты даже не дашь каких-то рекомендаций. Все предсказуемо. Единственное… Ну, будут, конечно, сложные предложения, сложно подчиненные, бессоюзные. Это все надо повторить и знать. Но участникам, которые напишут в третьей зоне тотального диктанта, который относится Москва, Санкт-Петербург, вся Европа и за рубежом тоже, важно будет вспомнить пунктуацию при прямой речи. Да, это вы нам еще давали совет в прошлый раз. Да, 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 да. Это важно. Люди сыпятся. Ну, это не так просто устроено в русском языке. Там такой не очень банальный случай. Евгений, вы писали тотальный диктант? Да, да. Откройте тайны, что там у вас ошибки были? Я честно просто знал, что я совершил много ошибок, поэтому я знал, что у меня оценка будет низкая. Я даже, на самом деле, не прошел в личный кабинет, не увидел свой результат. Но сейчас бы хотел добавить... Не будьте как Женя. Да, да, да. Сейчас бы хотел добавить, что смело участвуйте. Никто, кроме вас, ни ваш сосед, ни ваша, так сказать, девушка, ни ваша мама, ни ваша учительница, не узнает ваш результат. Только вы и проверяющие, которые проверяют вас анонимно. Есть какие-то возрастные ограничения? Ни в коем случае. То есть пишут и детки, и взрослые? Дети пишут, ну, конечно, маленьким совсем детям тяжело. Ну, да, подростки пишут. Потому что текст непростой. Подростки пишут, старшеклассники пишут иногда гораздо успешнее, чем взрослые. Конечно, потому что они в теме, у них все актуализировано, они вспомнят эти правила. Да, рука набита, как говорится. Рука набита, это точно. Ну, в общем, совершенно не страшно участвовать. Это все делается не ради, так сказать, грамоты. Да, не ради оценки. Хотя грамот нам не жалко, мы рады. Итак, друзья, у нас сейчас рекламная пауза. Да, хорошее время, чтобы навыки свои развивать. И у нас небольшая пауза, вновь прерываемся. Друзья, оставайтесь с нами. И я всех тоже призываю зарегистрироваться, потому что 14 апреля уже проходит «Тотальный диктант». Давайте встретимся и там, вживую. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Да, мы вернулись, друзья, в студии Лизы Калинина. Я хочу напомнить, что у меня очаровательные гости. В студии руководители проекта «Открытая лабораторная» Евгений Насыров. Здравствуйте. Еще раз. Вот его голос, кто смотрит, видит. И организатор «Тотального диктанта» в Москве Мария Равинская. Я тут? Да, мы вас тоже очень рады видеть и слышать. Что вот мне еще любопытно. Когда Мария к нам приходила несколько недель назад, говорила про итоги прошлых лет, участвовала, принимала участие сколько тысяч людей? В прошлом году более 200 тысяч в мире. В мире. Из них с гордостью говорил, я 22 тысячи в Москве. 10% практически. Всегда 10%. Мы стараемся держать эту цифру. Сейчас уже можно что-то сказать или пока рано? Конечно, рано. Рано, да? Сейчас только началась 4 апреля регистрация, ну и как обычно бывает, самый пик регистрации будет, видимо, 13 апреля. Ну я видел у вас красивую цифру на сайте, более тысячи городов где пройдет. Очень внушительно. То есть в этом году проходит... В разных странах это еще важно. Конечно, да. Тысяча городов не только в России. Тысяча городов по всему миру, и уже не первый год тотальный диктант проходит на всех шести континентах планеты. То есть в Австралии тоже пишут? И в Австралии пишут, и в Африке пишут, и в полярнике пишут. И нам это очень, конечно, радостно. Это здорово. Вот люди уже сами просятся написать диктант. Ну пожалуйста, давайте у нас проведем акцию. Как это происходит? Конечно, к нам приходят площадки в университетах, в музеях, в театрах. Люди узнают об акции на следующий год. То есть вызовет вам Торонто. Алло, мы тоже хотим. У нас есть организатор, мы тоже хотим. И мы у нас такая секта, как мы ее называем. В хорошем смысле. Мы друг другу передаем контакты, мы говорим, что вот есть такие ребята где-нибудь там в разных странах. В Тель-Авиве появляются, в Париже давно диктант, в Страсбурге отличный диктант. Мы все дружим, мы все общаемся. Сколько по времени проходит диктант? Какая длительность? Ну сам диктант, вот если прям с точки, с момента, когда включается рубильник по всей часовой зоне, началось, да, включается видео сначала, обращение организаторов и прочее, прочее, где-то минут 50. То есть сам диктант это минут 40, как урок. Это такой же диктант объемом, как школьники пишут на уроках в школе. Но мы, например, всегда просим наших диктаторов как-то еще пообщаться с участниками, что-то рассказать, ответить на вопросы. Если это звезда, медийная какая-то персона, провести, может быть, автограф-сессию. Вот Сергей Безруков у нас позапрошлым году потратил на это час. Час выделил после тотального диктанта. Бедный человек. Ну почему? Устал-то. Ну устал, конечно. Это было нелегко. Ему так только патроны подавала. Да, это нелегко. Я просто тоже до нашей аудитории хочу донести, что ведь эта акция, так скажем, волонтерская. То есть все откликаются, и так приятно уже много лет причем. Мы очень благодарны всем нашим участникам со всех сторон. И диктаторам, и организаторам, и филологам, которые проверяют, и нашим участникам, которые приходят писать. Это действительно общественная, волонтерская организация, проект, который происходит, может состояться только на энтузиазме и любви к русскому языку. Я, со своей стороны, добавлю, что тотальный диктант — это, конечно, удивительный проект такого масштаба, сделанный действительно волонтерами, сетевым образом, некоммерчески, без... Ну то есть как бы он не насаживается сверху, да? Он придуман как бы с нуля группой филологов по предварительному сговору, значит, вот... Студентов, заметьте. Да, 15-й год, вот сейчас 15-й раз будет проходить, и масштабы все растут, растут, хотя, казалось бы, куда вот еще дальше, вот. И... Ну то есть это, наверное, пожалуй, самая большая гуманитарная акция. Евгений, мне интересно, вы были в качестве участника, вы когда сели за парту, взяли ручку и листочек, вы испытывали тоже волнение, как в школе, помните? Или вы как-то по-другому уже относились? Нет, не испытывал, потому что, ну, как-то уже дружим как-то чувствуешь себя вот, значит, маленькой частичкой большого дела, вот, спокойно. Я, так как я знал, что, как бы, я совершил какое-то количество ошибок, я к этому относился спокойно, мне было интересно, интересен текст, значит, вот, который был в прошлом году, его автор, значит, Леонид Юзефович, вот, очень известный писатель, романист, вот. Был просто интересно, интересный текст, вот. А вы у кого были, кто у лекторов? А я вот, значит, к родным тоже, опять же, пришел, это университет, в котором я работаю, Московский городской педагогический университет, там был тоже спецпроект с тотальным диктантом, который назывался «Тотальная свадьба». Значит, звали молодоженов, значит, новобрачных, просто людей, которые друг друга любят, которых там первое свидание... Да, парочки, вот. И действительно приходили, значит, парочками, а ведущим был известный, значит, соответственно, свадебный ведущий по имени Сулака, вот, он очень классный, вот, он, в общем, зажигал, он красавчик. Он собрал людей, которых женил. Да, 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 там было очень много его пар, да, да, да. Ну, и мы, соответственно, пришли с женой, в общем, всего-то 7 лет как в браке, вот, 7 лет вообще не срок, как говорится, вот. Чутали себя молодоженами, всем дарили цветы, ну, в общем, про любовь, то есть это все... В общем, организовали досуг. У «Тотального диктанта» вообще все по любви, а тут было по любви вдвойне. Это точно. Ну, Московский городской педагогический университет, надо сказать, что каждый год придумывает для нас что-то фееричное. Вы знаете, у нас даже композиция сейчас в тему, у нас по курсу «Танго-обниманго» песня, поет ее Крафтс. Про любовь. Вот как раз, да, посвящается прошлогоднему диктанту. Это одновременно и про любовь, и про грамотность. Да. Друзья, в общем... Про русский язык, который вмещает в себя все ваши варианты. Это точно. И мне вот что интересно, когда вы слушаете наши русские песни, Мария, наверное, к вам вопрос, как к филологу, в частности. Бывает, что режет слух? Ну, честно. Ну, бывает, что скрывать. Бывает, конечно, и не только песни, но это очень интересный материал для лингвистических исследований. Вот буквально сейчас мы, например, когда были с Женей, слышали песню Лепса, и я нашла там два отличных примера грамматической полисемии, великолепных, за что Григорию отдельно благодарна. То есть есть как такое отрицательное изумление, а есть, наоборот, очень сильно положительное. Конечно, конечно. То есть хороший такой текст. Если я сейчас вспомню, глаза, пустые зеркала, ищу в них отражение «Я», поет Григорий Лепс. И это может быть формой единственного числа родительного падежа «Ищу чего». Либо формой именительного падежа, но множественного числа. Я вам много такого могу распечатать потом по окончании эфира. Мы тут каждый раз просто удивляемся. Так что да, тотальный диктант для нас акция. В этом случае это просто великолепно изысканно. Естественно. Естественно, да. Друзья мои, вот у нас уже сейчас подходит к концу передачи, но как у нас есть, еще минут шесть. Но я хочу, чтобы люди услышали и дошли, написали диктант. Это очень хотим. Да, давайте еще раз напомним всем, куда обращаться. Еще раз все скажем четко. Нужно зайти на сайт totaldict.ru. Так. Выбрать, ну начнем со страны. Выбрать страну. В стране выбрать город. Страну FM. Например. Выбрать город. В городе на городской странице выбрать площадку, которая вам понравится, которая вам удобна, на которой тот самый диктатор, о которой мечталась, который, который. И зарегистрироваться. Там есть кнопка регистрации. И вам придет уведомление, что вы зарегистрированы на площадку. И приходите 14 апреля по всему миру на площадке тотального диктанта планеты. И старт? В московской зоне старт в 14 часов. В разных странах уточняйте, пожалуйста, на каждой городской странице написано, во сколько... Это тоже важно. Да, не утром, а днем пишем диктант. Во сколько начинается тотальный диктант. Да. Потому что мы всю планету делим на три зоны. Насколько мне известно, еще в космосе вы пишете диктант. Но не вы. Мы писали в космосе. В смысле, мы организовывали диктант в космосе. В этом году на Международной космической станции диктанта не будет. Но зато наши друзья открыта лабораторная. 12-го. Да, мы 20 апреля, в День космонавтики, мы запускаем космическую лабораторную. Вот это так же, как и Большая лаба, но только вот все про космос, про то, как устроена Вселенная, про то, как ее изучают люди, животные, аппараты. Вот, много будет интереснейших вопросов, сюрпризов, подарков. Будет очень классно. Заходите на сайт openlaba.com. Открытая лабораторная, забивайте в поисковиках. И там, значит, уже все висит, все ждет. Там очень много интересного. Да, много интересных вопросов. Это мы называем еще небольшое космическое путешествие. Я уже в эфире могу пригласить. Я приглашаю Евгения с его проекта к нам еще. Я думаю, что вот как раз... Мы придем в любой день. Ближе к 12 апреля мы как раз пообщаемся. Это очень интересно. Но, чтобы люди понимали, это две отдельные акции, которые сотрудничают друг с другом. Ну, образовательные проекты, тем более общественные образовательные проекты, конечно, должны дружить. Но какая-то часть вопросов, не по русскому языку, будет в тотальном диктанте. Три штучки. В Москве, в Москве, в столичном регионе. И один мы можем сейчас даже задать. Вот, может, люди захотят написать свои версии ответов. Ой, если успеют. Ну, давайте, давайте, давайте. Вопрос звучит так. Можно ли целую семью накормить всего одной животной клеткой? Ну, знаете, такая клетка, которую обычно в микроскоп рассматривают ученые. А есть такие животные клетки, значит... Есть ли такие животные клетки? Которые можно накормить целую семью на завтрак, например. И, собственно, что, о чем идет речь? Ну, давайте, давайте попробуем. Какие версии, да. 928-189, 929-9, WhatsApp, Viber, SMS. Ну, успеем, если не успеем, то вы скажете... Алина, есть версия? Вообще без понятия, если честно. Я скажу проще. Задам проще вопрос. Вы утром открываете свой холодильник, каждый из вас, и видите пример животной клетки, которая видна невооруженным взглядом. Вот как я вас сейчас, Лиза, вижу. Вот так же вот открываю холодильник, а там животная клетка на меня смотрит. Что это? Сыр? Нет. Сырник? Яйцо? 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 Это мне подсказал наш звукорежиссер. Да, яйцо есть пример животной клетки. Вот одной. Вот эта яйцеклетка. И тогда, значит, более сложный вопрос специально для вашего звукорежиссера. Минута остается. У некоторых, кому в жизни чуть лучше повезло в плане материального, тоже есть еще один пример животной клетки, которую они могут съесть, значит, доставка с холодильником. Ладно. Кроме яйца. Мы узнаем 12 апреля ответ. Да, да, да. 12 апреля как раз узнаем ответ. Ну что, у нас, друзья, подходит время. К концу бежит оно. Как я сказала, еще завуалировано. 14 апреля проходит тотальный диктант. То есть уже когда можно зарегистрироваться? Уже открыта регистрация, и она будет продолжаться до 14 апреля, до начала самого диктанта. Можно добежать. А я подскажу пользователям, что заходишь на сайт, например, московской страницы, там прям карта есть. Заходишь в свой дом и видишь все площадки рядом. Удобный район. 500 площадок в Москве. Просто такой разгуляй. Я вот как раз вчера заходил, выбирал себе. Пойдете писать? Вас можно будет увидеть. Класс. Это вообще не обсуждается. Я специально билеты с Петербурга взял на день раньше, чтобы... Чтобы написать тотальный диктант. Да, 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 конечно. Все, друзья. 14 апреля мы с вами встречаемся на акции «Тотальный диктант». Все, 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 все. Вот раз, два, три, три человека кто-то в студии, все будут там, на какой-то из площадок. Я с радостью... Причем все в разных ролях. Все в разных ролях, да. Друзья мои, хочу представить, попрощаться на короткий период с нашими гостями. У нас в студии сегодня были организатор «Тотального диктанта» Мария Равинска, собственно, большой человек. И руководитель проекта «Открытая лабораторная» Евгений Насыров, с которым мы тоже скоро увидимся и услышимся. Да, большой в буквальном смысле человек. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Очень рада была встретиться. Друзья, оставайтесь с нами, но скоро программа по заявкам стартует. Спасибо.